Всем привет! Сегодня у нас такое балтологическое видео будет об отношениях с турками, менталитете, браке и проблемах, которые встречаются. И проблемы на самом деле некие люди иногда выделяют. Я слышу об этом в интернете, я тоже читала. Турки никогда не отделятся от своей семьи. Они всегда вместе в большом слиянии с семьей. Нельзя встать посередине, надо только подлезть под их дудку скакать, под их клан подойти и тогда не сопротивляться. Но при этом женщина теряет себя в этих отношениях. И все турки всегда все отдают своим семьям, деньги, внимание, бегут по любой просьбе и так далее. Я хочу немножко эту тему развернуть, чтобы не было каких-то заблуждений. И вы не думали, или люди, которые так рассуждают, может быть, мнение свое поменяли, объяснить. А как такое бывает в браке с турчанками? А эта проблема на самом деле вот этой не сепарации, она актуальна для каждой женщины, которая в отношениях с турками. Даже для женщины с одинаковой культурой, менталитетом, то есть условно, которое с тобой вот рядышком живет. Проблема сепарации, его семьи, это всегда проблема в любых отношениях. И с турчанкой в том числе, я сейчас про турчанок буду, да? Это проблема, к которой каждая турчанка готовится. Она каждая любима в своей семье, дай бог, своих родителей, но при этом она не хочет делить своего мужа, который также прилипшим живет к своей семье, к своим родителям, братьям и сестрам. И вот этот момент сепарации, он есть у всех, в каждых отношениях. Что здесь у нас получается? Это когда этого боятся все, с этим сталкиваются абсолютно все, и каждая турчанка, вступая в брак, тоже ожидает вот этого момента. Здесь уже зависит от того, какой мудрости научит мама, какой был в семье пример, какие там, не знаю, родственники мамы, тети, сестры старшие будут давать советы, или она сама по себе мудрая, знаете, такая ушлая, еще хитренькая. Это индивидуально от человека зависит. Какие признаки проблемы, кризис, когда создается новая ячейка в семье? Первое, это родители не хотят отпускать сыночка, все ему звонят, просят решать проблемы, тянут, например, деньги и так далее. То есть максимально вот это слияние, именно папа-мама, ребенка своего, который женился, свою семью создает, не отпускают. Перетягивают одеяло, внимание, манипулируют и могут придумывать несуществующие болезни, проблемы создавать и так далее. То есть они не хотят сибораться, они такие, да, они за свадьбу невестку приняли, но отделиться ему до конца не позволяют. Это чисто вот выгода своя, а кто за нас будет, собственно, ходить, беспокоиться и так далее, чтобы ребеночек их из ощущения, что тебе помогут, спасут, защитят и так далее, всегда был на вот этой подвязке с родителями. Короче, ради своей личной выгоды, комфорта своего, вот так скажу, да, не думая при этом, что у него конфликты с женой, что с нахке все это не нравится, что ей не хватает внимания, мало уделять внимания своим детям, а все к родителям бегают, у них постоянные вечные проблемы, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Они эгоистичны в этот момент. Но они могут говорить, и они так думают в этот же момент, что им мы за сына, за его брак, юнге невестку приняли, все зашибись, чтобы у них хорошо было. По факту они им мешают, и этого не замечают. Второй признак, это когда в семье есть братья и сестры, младшие и старшие, это абсолютно от возраста не зависит, от материального, возможно, положения. У нас всегда есть в семье кто-то, кто лучше живет, поуспешней, и в семье очень часто привыкли с таких тянуть деньги, внимание, манипуляции различные. Если не на себя, так на своих детей, например, на племянников, племянниц и так далее. Тоже обычная история. Часто бывает капризный брат или сестра, капризный брат или капризная сестра, которые младшенькие обычно, залюбленные, и старший брат, который женился, например, на вас, ощущение, что он должен выполнять такую функцию родителя или функцию несуществующего мужа, жены, деньги давать, гулять везде, какие-то проблемы бытовые решать и все такое прочее. Хотя этому брату или сестре уже 30 с хостиком летом, с гаком может быть, он уже сам должен свою семью создавать, но вот такой инфантильный член семьи. И это всегда тоже, либо родители отпустили, а сепарация должна произойти, отделение от вот этого брата или сестры или там несколько таких человек в семье, условно, у которых жизнь малина была до твоего появления, до брака с тобой. И каждая турчанка об этом знает прекрасно. Это проблема абсолютно всех, не только иностранок. Ну, я точно скажу, как турчанки решают такие вопросы. Во-первых, за ней, бонус первый, за ней семья, советы, хитрости, мудрости, защита и все прочее. То есть у нее есть база материальная и моральная качать свои права и выставлять жесткие границы по ее усмотрению в ее семье. Она эту всю тему прощупывает еще до брака, когда знакомится с родственниками, с братьями и сестрами, там, не знаю, помолвка, Никях, обычно скрываются отношения и знакомятся там за полгода до свадьбы, как правило, когда уже точно утвердили, что свадьба будет, выбор, он там предложение делает, Никях делают. Вот на Никяхе официально знакомят родителей, там, братьев, сестер и вся вот эта история. Говорят, там, свадьба, вот он с Янгей есть, короче, отношения, скажем так, открываются публично для всех, вот, когда всю эту историю уже серьезно познакомили. И вот тогда она и высматривает, ходит на чаи, в гости общаются с семьями, ужин и все такое, и начинает смотреть, то, чем манипулирует, ищет всякие подходики, как с этим человеком скоммуницирует. Здесь включается на этом этапе некая мудрость, прошаренность. Она высматривает, как с кем наладить, какое общение, как подстроиться. Или может понять, что сепарация вообще не готова, сестра не готова отпускать своего брата. Он ей, как бы, типа, свадьба, все круто, но она капризничает, что-то там требует, да, такие палки в колеса вставляет. Соответственно, она просто выбирает стратегию поведения, либо заглаживает это до свадьбы, а если видишь, что вообще никак, она просто потом четко начинает строить границы и отрезает этого человека. А по-другому никак, она не будет тянуть вот это, всем быть удобной, хорошей, зафига, зачем? У нее есть своя ячейка, то есть задача каждой турчанки, она, вступая в брак, она понимает. Это первое время выстраивания границ, моих правил в семье, по бюджету, по быту, по всему вообще, да, кто ко мне заходит домой, кто нет, кто в гости к чайку приходит, попить кого не зовем, с кем просто в кафешке встречаемся и так далее, вот эти личные границы. Это очень важный момент в заложении, закладывании каждой семьи. Так вот, турчанка в этот момент понимает, кто есть, кто разузнала до свадьбы, когда свадьба прошла, смотрит, как прошла, помните, я вам уже рассказывала, у кого золото хранится, где золото после свадьбы, это тоже важный момент, это же все, по сути, за границей семьи, разговор про кто глава в семье, чья мамка тянет, держит бюджет, контроль какой-то. Пройдя вот этот этап, турчанка начинает вот это вот в бытовом, начинается сепарация, когда звонят мужу ее, ой, у нас там проблемы, приди, помоги, ой, дай денег, то, вот это вот все. Как себя ведут обычно вот такие, ну, смелые, то есть турчанка решает в этот момент, я воюю, отстаиваю жестко границы, или я закрываю глаза, пытаюсь быть хорошей, разрешаю все, и он от семьи своей не сепарируется, а я их клану, скажем так, прилегаю. Таких я тоже знаю, но таких вообще мало, кто как-то нейтралитет пытается держать, а быть хорошей для всех, тут, как правило, с улыбочкой не открыто, но границы жестко отстаивает. Потому что она понимает, что вот эта тяготня за ее мужа, за деньги теперь из ее семьи, из общего котла и так далее, они будут постоянные. И если не выстроить границу, если ты будешь просто тупо терпилой, у которой из кармана семейного бюджета будут вытягивать деньги на совершенных братьев-сестер, совершеннолетних, на родителей, у которых в чем свое что-то есть и тому подобное. Если вы спрашиваете, вы ждете осознанного турка, который скажет, дорогая, теперь это наша семья, я от родителей отрекаюсь, ну не так, ну типа, только в гости ездим, денег никому не даю, это наш чан с деньгами, мои деньги наши, твои деньги твои, если ты работаешь. Вы такого, я вообще ни одного единицы таких взрослых, зрелых, с опытом, это уже, наверное, скорее всего, бывший уже женатый чувак, может такое, да, к этому прийти, вырасти, знаете, проблемки, в новом своем браке это учесть. То есть он уже сепарировался, прошел этот путь своим первым браком. Такое может быть. Но чтобы турок, который женился там в 25-30 лет, первый его брак, он никогда не сепарировался до этого от родителей, вот вам пришел и так все выложил, ты хозяйка очага, мать моя сюда не заходит, никому денег ничего не даю, мы с тобой семейка общая, семейный наш, короче, ячейка и все. Чего я вообще вот среди молодых, у кого первый брак, я вообще такой истории ни разу не слышала. Вот и все. Здесь война, не из-за него его внимание идет, не надо его дергать, с ним воевать. То есть человек говорит, что и сделает. Он жестко поставит границы, оторвет его, скажем так, и к своей кормушке, к своей семье направит его голову. Дорогой фокус внимания здесь. У нас там дети рождаются, нам в семью деньги нужны, нам, 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 она развернет его голову в этом направлении. Трючанка не ждет, пока он сам развернет голову, о чем я сейчас раньше сказала, или придет и скажет, все, я с тобой, вот этой истории не будет. Следующее, она его не дергает, не тыркает, не подливает, типа там, знаете, вот так вот, давай сам откажись, вот, нет, здесь все жестко, потому что он не захочет отказываться от своих родителей, от ощущения безопасности семьи и всего поддержки, и всего-всего прочего. Ему-то невыгодно. Знаете, почему? Потому что у них с детства у большинства, не у всех, но практически у всех, очень у многих манипуляция, это форма взаимодействия в семье и запугивание детей, что без родителей ничего не смогут, что родители мне обязаны помогать и все делать, и что заводя свою семью, по сути, они не создают свою отдельную ячейку общества, что правильно, по-здоровому, а просто расширяют границы своей семьи родительской и приводят туда девушку, но не отделяются от родителей и заводят свою ячейку общества. Вот в чем проблема. И вот это вот ждать без границ особых четких, когда он там что-то решит, ничего не решит, он растянул просто границу своей семьи родительской и вас туда завел за этот круг, все, вы в секту попали, вы в схеме, все, ничего не будет, не сепарироваться, пока вы не захотите, не скажете, вопрос ребра не поставите. Как это делают турчанки? Вот ты сказала, разведка поняла, чего как, выбрала стратегию поведения. Либо она сложила голову на плаху и зашла вот в эту растянутую ячейку общества, его родители, которую они создали, вот в этот клан зашла, и там не вякает особо, а на ролях вот этих за подарочки, за любовь, за улыбочки, ее любят, как бы она хорошая, любимая, янгей помалкивает, сидит, не требует какого-то к себе особого внимания от мужа, личных границ, и всегда готова его родителям все вот это вот отдавать, от себя последний кусок забирайте, вы же его родители. Таких я вообще мало знаю, но есть такие, а другие просто жестко отрубают, говорят, не, чувак, если что, у меня свой клан, свои родители есть, и вот это вот семейное, я с ними могу, да, а тебя я выбрал, чтобы у нас что-то свое было, так что давай что-то свое организовать будем, ты от них отделяйся и от своих, вот так это чаще всего встречается, работает, вот так это происходит, и когда мне говорят, что нет, так все турки, они такие все с родителями, никогда не отделятся своей семью, не будут ничего приносить, всегда они на побегушках у своих родственников, братьев и сестер, да, те, кто слабые, кто не сепарировался, да, такие и есть, они сами не захотят отделяться от них, это зависит от мудрости, желания и бесстрашия его жены, и не важно, иностранка она, турчанка, вот такие дела, все очень просто на самом деле, это зависит от качеств спутницы, супруги, и боится, не боится женщина это делать, готова ли она бороться, скажем так, за свою семью, за эту сепарацию, или нет, и здесь не про, если сейчас, знаете, раненые в душу родители, как родители нельзя бросить, они тебе жизнь дали, ты что, откажешься от родителей ради жены, да, в норме вообще-то, если что, надо отказаться от родителей, с такими категориями, говорим, создать свою ячейку общества, и у тебя она должна быть на первом месте, а потом твои родители, посмотрите, вообще любые пирамиды психологические, по потребностям, не промо-слову я говорю, а вообще другие более глубокие, про семейную психологию, посмотрите, да, блин, на первом месте должен быть ты, затем твои дети, твой партнер, а потом там ниже уже идут твои родители, если мы семейную психологию берем, не на первом месте мама с папой, надо мной вообще, я первичный вообще у себя, я наверху первичный, чтобы я функционировал, жил и существовал, я должна сначала обеспечить себе комфорт, чтобы всем вокруг меня тоже было хорошо, да, а я не жертва, которая кладет свою жизнь на плах у родителей, для их успехов, счастья, и всего-всего прочего, ты не жертва, жертва только отдает в себя, короче, не про это сейчас история, так что, для родителей могу сказать, как правильно, да, мы сначала создаем свою чайку общества отдельно, а потом, когда мы утвердили личные границы, правила общения, контакт, коннект в семье, мы начинаем контактировать со своими родителями, ее родителями, супруги вашей, выстраиваем взаимосвязи, потому что есть личные границы, если что, у нас есть правила какого-то поведения, и тогда всем комфортно и хорошо, я не говорю про то, что надо их бросить, им не помогать, не давать деньги, не там спасать и все прочее, вы все это можете делать, но в разумных границах, в разумных пределах, не отдавая последние деньги от своего ребенка на памперсы, своему великовозрастному брату или сестре, которому 35 лет, который нигде не работает, ему надо купить сигареты, вот я о чем говорю, о здоровых взаимосвязях в семье, вот так вот, так что не будем утрировать, напишите ваше мнение по данной истории, ситуации, что вы думаете по этому поводу, интересно будет почитать, это мое личное мнение, я не претендую на экспертность, я не претендую на звание истины какой-то, когда у каждого свой опыт, может быть негативный и так далее, то есть вообще окей, такое может быть, я вот ситуацию здесь вижу, вот таким образом, здесь разные бывают ситуации, и эта головная боль сепарирования такая же и у турчанок, не только у иностранных, просто турчанки, я больше скажу, больше дают, они сильнее, за ними просто правда, за ними семья, и они понаглее, они знают менталитет, они знают, что надо рубить сразу, выставлять границу, потому что потом вообще затянет, и это будет делать очень поздно, и это будет еще больнее, проблематично, что лучше сейчас границ понаставить, попереругаться, а потом мириться, и нормально общаться с границами, чем их не поставить, и мучиться страдать, потом куски с болью отрывать, и короче, вот это все, вот это до развода, что-то доводить, вот, буду ждать ваших комментариев под видео, всем пока, мучше, как я, это все. Продолжение следует...